Эмили Софи Хокквист. Шведская театральная актриса, звезда Королевского драматического театра, первая знаменитая в шведской драме. Она известна как шведская аспазия, как за свои артистические способности, так и за литературный салон, которым она принимала. И не менее известна в истории своей любовной связью с шведским королем Оскаром I. Эмили. Родилась 29 апреля 1812 года и была дочерью Андерса Хокквиста, дворецкого графа Карла де Гира и его жены Анны Беаты Хедвелл. Эмили была сестрой актера Жанна Хокквиста и актрисы Ханны Хокквист. В 1821 году, когда Эмили было 9 лет, мама отдала ее в балетную школу, драматинс Эвскола. В школе она была ученицей Каролины Бок. Во время обучения она участвовала в Селиндерской Басхаттерн, детском театре, которым заведовал Андрес Селиндер. В раннем возрасте Эмили стала заниматься проституцией. Профессия ее отца привлекала к Эмили внимания мужчин из высших классов, а мать, как известно, устраивала балы, на которые приглашала учеников актерской школы, в том числе и свою дочь, и знакомила их с богатыми людьми. Более того, в Королевском драматическом театре также проводились балы, на которых мужчины могли заплатить за привилегию танцевать со студентом драматинс Эвскола. Их балы организованы ее матерью, и балы театра были восприняты с некоторым подозрением, потому что ситуация, в которой богатые мужчины были представлены бедным артисткам-студенткам, рассматривалась как возможность проституции. Это, как известно, имело место в некоторых случаях, и также в случае Эмили Хёквист. Известно, что она была вовлечена в проституцию своей матерью, которая познакомила ее с богатым пожилым покровителем мужского пола в 1826 году, после окончания ее учебы в актерской школе, когда Эмили было 14 лет. Август Бланш однажды написал о матери Эмили Хёквист «Боже, храни каждого ребенка от такой матери». С 1826 по 1828 годы Эмили гастролировала по Швеции в составе ансамбля передвижных театров Андерса Петера Берграна. По возвращении в столицу в 1828 году она работала в Королевском драматическом театре в Стокгольме. В 1831 году она заключила контракт с Королевским драматическим театром. В течение первых лет карьеры ее критиковали за ее слабый и поразительный голос и описывали как неуверенную в своих движениях на сцене. Однако в 1834 году она совершила поездку в Париж, где изучила современные французские актерские приемы, после чего, как говорят, ее игра стала лучше, и Эмили научилась действовать на сцене с большей уверенностью в себе, а также одеваться с большим мастерством в соответствии с ролью, и приобрела контроль над собственным голосом. После возвращения ей была предоставлена важная возможность проявить себя. Тогда звездная актриса Сара Торслоу, известная как ведущая сентиментальная актриса и комедиантка Королевского драматического театра, уехала после забастовки актеров в 1834 году, после чего Эмили Хекквист получила шанс исполнить роли, обычно назначаемые Торслоу. Другая звездная актриса Шарлотта Эриксон не смогла исполнить эти роли удовлетворительно, поскольку они не принадлежали к ее жанру. Эмили получила шанс и одержала не только победу, но также приобрела широкий круг поклонников. И с этого года она считается одной из самых знаменитых и часто выступающих актрис Королевского драматического театра. Летом 1837 года Хекквист совершила вторую учебную поездку в Париж, во время которой брала уроки Мадемуазель Марс, которой она восхищалась и ставила ее в качестве образца для подражания, после чего врожденный талант Эмили, как говорят, полностью расцвел. И она была принята публикой с большим энтузиазмом во возвращении в Стокгольм на сезон 1837-1838 годов. В 1835 году зарплата Эмили достигла 1200 риксдаллеров, в то время как минимальная зарплата средней актрисы составляла 200. А при Мадонна Королевской шведской оперы Генрета Видерберг получала зарплату в 1600. Эмилия была прежде всего прославлена в ролях в модном тогда жанре французских салонных комедий, часто играемых Эженом Скрибо, и преуспела в изящном кокетстве и в привлекательной духовности. Говорят, что она лучше всего преуспела в комедии, где ее мягкая личность и нетрадиционная актерская игра праздновали триумфы. Она была не только уважаема как артистка, но и привлекала к себе большое внимание, и Фридс фон Дардель описывал ее так. Эта актриса, возможно, была даже более известна своей красотой и грацией, чем талантом. Она была очень высокая и худая, с розовой и лилиевой кожей, прекрасными чертами лица и красивыми светлыми волосами, а также имела хорошее чувство юмора. В 1831-1833 годах у Эмили Хёквест был роман с британским дипломатом Джоном Блумфельдом, который поселил ее в своей квартире, из которой у нее родилась дочь в октябре 1833 года. По слухам, именно король Карл XIV финансировал учебную поездку Эмили в Париж летом 1834 года, потому что его сын, наследный принц Оскар, влюбился в нее, и король пожелал, чтобы девушка была удалена от двора. Однако, по возвращении в Стокгольм, Оскар и Эмили стали любовниками, а осенью 1836 года Оскар заплатила за ее комнату в Густав Адельфсторг. Оскар чередовал свои ночи между первой семьей в Стокгольмском дворце и своей второй семьей с Эмилией в Густав Адельфсторг, 18. У Эмили и Оскара родилось два сына, Кьялмор и Макс. Макс был назван в честь Максимилиана Дабагарне, зятя Оскара. Двух мальчиков неофициально называли князьями Лоландии. Макс вырос, переехал в Китай, где стал торговцем, и скончался в 1872 году. Хьялмор скончался в 1874 году в Лондоне. Эмили Фюнквист была интеллектуалкой и каждый четверг посещала литературный салон, в котором собирались шведские художники и писатели. Отмечается, однако, что большинство гостей ее салонов были мужчины, поскольку женщины опасались оставаться с Эмили наедине из-за ее репутации куртизанки. Хотя были отмечены некоторые исключения, такие как Мала Хёк и Элис Фрёсленд. Лето Эмили провела в Фрамнессе, в Бюргардене. Хоть Эмили и скончалась, будучи в долгах, поддержка наследного принца Оскара освободила ее от финансовых проблем, а потому Эмили занималась благотворительностью. Она выступала в качестве покровителя своего брата Жанна, который был популярным актером в некоторое время, но не смог сделать карьеру из-за алкоголизма. Эмили заплатилась за его поездку в США, но тот вернулся в год ее смерти, которая, как говорят, глубоко повлияла на него. Жанн скончался три года спустя. Также Эмили поддерживала бывшую оперную певицу Генриэту Видерберг, которая жила в глубокой нищете после того, как ее карьера была завершена. Начиная с 1842 года, Эмили страдала от прогрессирующей чахотки и проводила лето в Риме, где ее честовала шведская художественная колония. Ее здоровье восстановилось, и по возвращении она навестила свою дочь Тёклу и сыновей в Гамбурге. Там же она встретила Эмиля Ки, который был на 10 лет младше ее. Он стал ее последним любовником. Летом 1845 года Эмиля отправилась в Карлсбад в оздоровительную поездку, но ее болезнь прогрессировала до такой степени, что она уже не могла достаточно выздороветь, чтобы справиться со своей работой. Ее последний сезон в 1845-1846 годах был неудачным. После ее последнего выступления в декабре 1845 года Эмили была прикована к постели до мая 1846. В июле 1846 года она покинула Швецию, пытаясь найти лекарства от ее болезни в ряде курортов Германии и Швейцарии. Эмили Ахеквист скончилась в Турине 18 декабря 1846 года в возрасте 34 лет.